Здравствуйте, на канале Десна ТВ Новости, с вами в студии Виталий Волков. Министерство труда и социальной защиты предлагает вести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста. Более того, министерство предлагает обязать бизнес отчитываться о причинах увольнения граждан данной категории в случае увольнения по соглашению сторон или по инициативе работодателя. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Когда я увидел, как машины едут прямо на детей, и невозможно провести соревнования или находиться здесь, а просто отдыхать в спортивном мероприятии, это невозможно смотреть без слез. Вандальное поведение отдыхающих на скалодроме. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время, с 22 часов до 6 часов утра, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Административная комиссия. Приехал домой, поставил машину в 10 часов вечера. Утром 22-го выйдя из дома, я обнаружил, что машину похитили. По горячим следам в Гагарине задержан вор-угонщик. Если хочешь как бы исправить планету, исправься сам. И я как бы делаю это, как развиваю сам себя, так и развиваю весь город окружающий и людей в нем. Юные десногорцы с пользой проводят время в летнем лагере. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Скалодром является одной из достопримечательностей Десногорска. В народе это искусственное сооружение для скалолазания получило название «Стенка». Активисты и волонтеры при поддержке Смоленской АЭС и администрации города кладывают много сил на поддержание чистоты этой территории. Но, к сожалению, зачастую их усилия остаются тщетными. О том, как сейчас выглядит место туристического отдыха, смотрите в нашем сюжете. Уникальное сооружение – искусственный скалодром под открытым небом, единственный в своем роде в Смоленской области. Его строили в далеком 1987 году энтузиасты, люди, которые жить не могли без гор. На стенке проводились еженедельные тренировки и скальные занятия по выходным. Тогда в нашем городе функционировало множество секций, в том числе и турклуб под руководством Амира Волкова. Скалодром был излюбленным местом всех заядлых туристов, причем со всей области. Областные чемпионаты и соревнования федерального значения проходили именно на нашей стенке. С тех пор прошло много времени и за прошедшие годы все поменялось. Территория стенки больше не напоминает уголок оазиса для любителей туризма, а скорее проезжую часть. Что только не делали, чтобы сохранить это место. Ставили заграждения, шлагбаумы, вешали замки, но все напрасно. Замки срезают, а бетонные блоки, установленные Смоленской АЭС, которые весят не менее полтонны, постоянно сдвигают, перерезая удерживающие их металлические тросы. Желающих отдыхать на берегу именно с машиной под боком ничто не останавливает. А ведь в первую очередь это место занятий спортом, и там проходят различные соревнования и мероприятия. Сюда приезжают ежегодно смоленские кружки, клубы для проведения тренировок, проведения своих семинаров, занятий. Они здесь понеделями отдыхают, проводят тренировки. И тут уже весной мне те, которые по старым связям звонят и говорят, мы, говорят, не можем здесь полноценно проводить тренировки, потому что здесь, как проездная дорога, говорит, ни веревки не выложить, ни это, ничего сделать. И они говорят, а так как они не могут выйти сами на, не знают куда обратиться, они обратились ко мне, надо предпринимать какие-то решения. И это уже не только проблема нашего города, это проблема всей нашей области. Когда я увидел, как машины едут прямо на детей, и невозможно провести соревнования или находиться здесь, просто отдыхать в спортивном мероприятии, это невозможно смотреть без слез. Бывшие воспитанники Десногорского турклуба, которые в свое время помогали строить, а в дальнейшем и облагораживать территорию скалодрома, не понимают, как можно так безалаберно относиться к одной из главных достопримечательностей города. Обидно, очень задевает заживое. Когда я приехал сюда, мне сказали, что здесь машины аж стоят прямо у стенки. До этого я знаю, что был Амир Саидович здесь. Первая мысль у меня была, как у него не было на месте инфаркта здесь, потому что даже у меня были такие очень тяжелые ощущения. Часть людей просто на самом деле как-то не задумываются об этом. Ну, надо просветительную работу какую-то вести, чтобы, может быть, родители детям своим рассказали, которые начинают ездить там на машине. Да просто ходить на стенку, на такси приезжать. Я буду рад, если будут какие-то добровольцы, люди неравнодушные, которые готовы приезжать когда-то сюда, убираться, наводить, следить за порядком. Можете найти меня в социальной сети, либо можете выйти на организацию молодых атомщиков. Там есть Якименко, Дмитрий. И вот выходить на него, просто оставлять свои координаты, либо на меня оставлять свои координаты. И мы с вами свяжемся, когда у нас что-то запланируется по какому-то наведению порядка здесь. И, может быть, восстановлению территории, благоустройству этой территории. Ежегодно предприятия города, работники станции, организация молодых атомщиков и волонтеры проводят субботники по очистке территории скалодрома и прибрежной зоны от мусора. Но этого явно мало. Пока люди не задумаются, что это не проезжая часть и не место для купания, все так и будет продолжаться. Ведь это совсем не сложно – оставить машину за ограждением и пройти до берега пешком, а после отдыха собрать и выкинуть за собой мусор. Для будущих поколений необходимо сберечь и сохранить все то, что оставили нам предыдущие – достоинства города, не только в его красоте. Но и в его жителях. 24 июля в администрации состоялась очередная административная комиссия. Подробности в нашем сюжете. В этот день комиссия рассмотрела два протокола. Они были составлены из-за нарушения тишины в ночное время. В соответствии со статьей 27 областного закона об административных правонарушениях, нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов утра влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей. В процессе заседания административной комиссии по первому протоколу дело производства перенесено на 14 августа в связи с неявкой нарушителя. По другому протоколу с возмутителем спокойствия побеседовали и вынесли предупреждение. Уважаемые жители и гости города, просим не совершать административных правонарушений, так как штрафы за это немаленькие. В июле в первой школе Десногорска работает лагерь «Круто». В нем есть и трудовой отряд. Чем занимаются ребята в рабочие будни, мы расскажем в нашем сюжете. Летний оздоровительный лагерь «Круто» для старшеклассников на базе первой школы работает уже третий год. В нем есть и трудовой отряд, в котором более 30 человек. Работают они два часа в день в первой половине дня. Задания выдают руководители отряда. Основная цель нашей работы в том, чтобы, во-первых, приучить уже с подросткового возраста, приучать детей осваивать какие-то трудовые навыки. Дополнительно воспитательный момент присутствует. Ну и небольшая плата материальная они получат именно от центра занятости, где оформлены, как положено, по договорам уже трудовым. Ребятам выдают все необходимые предметы для уборки – метлы, грабли, перчатки, мусорные мешки. Они убирают пришкольную территорию и около близлежащих домов. У них большой объем работы. Илья Романенков приходит в трудовой отряд лагеря уже несколько лет подряд. И ему здесь очень нравится. Нравится здесь. Мы делаем хорошие дела для людей. Убираемся, везде помогаем. И также получаем какую-то более-менее награду за это. Если хочешь исправить планету – исправься сам. И я делаю это как развиваю сам себя, так и развиваю весь город окружающий и людей в нем. Закроется лагерная смена уже в эту пятницу. И можно с уверенностью сказать, что дети хорошо отдохнули в лагере, нашли новых друзей, укрепили здоровье. Ну а кто-то еще и сделал очень важные жизненные выводы и заработал своим трудом деньги. 29 июля в 10.50 приглашаем вас принять участие в праздничной программе, посвященной Дню военно-морского флота России, которая состоится возле памятника погибшим морякам всех поколений. В Гагарине оперативно раскрыта кража автомобиля. Подробнее в нашем сюжете. В дежурную часть полиции Гагарина за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что утром не обнаружил свой автомобиль «Мазда», который был припаркован возле дома. 21 июня я приехал домой, поставил машину в 10 часов вечера. Утром 22-го выйдя из дома, я обнаружил, что машину похитили. В дальнейшем вызвали сотрудников полиции, осмотрел место происшествия, стали просматривать камеры. Тем более, как пенсионер МВД, работавший в уголовном розыске, я знаю, что машину найти очень тяжело. Сам помогал, сам камеры ездил, просматривал. Поняли, что уехала машина с грабителями, с ворами, преступниками в сторону Тверской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения похищенной машины. Было установлено, что автомобиль покинул Гагарин и направился в сторону Тверской области. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в городе Ржев и доставили в дежурную часть Гагарина. Задержанным оказался житель города Ржева 1992 года рождения. Он пояснил, что собирался продать похищенное транспортное средство на запчасти, однако не успел. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Гагаринский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи Уголовного кодекса кража. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу. А теперь коротко о погоде. 27 июля в Десногорске будет ясно. Днем плюс 28, ночью плюс 19. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.